Всем большой привет! У нас сегодня с приглашенным артистом задача посадить рассаду, рассаду болгарского перца, синеньких так называемых баклажанов, там у нас еще есть сельдерей и праж или лук-порей. Сейчас постепенно будем делать лунки, канавки, поливать, все показывать, если, конечно, дождик нас не выгонит. Все, поехали работать! Так, вот у нас рассада, здесь у нас баклажаны, какой-то перец, мама сказала, болгарский и типа гугошары, даже не знаю, что здесь. Здесь мы сделали вот таких два ряда, пока два ряда, сейчас пустим воду, вода промочит их и буду делать вот таким катаногом лунки и тут же сажать. Вот, погода пока с нами, самая такая хорошая, не солнце, не жарко, поэтому очень хорошо сейчас как раз работать именно с рассадой. Вот эта ранняя помидора, которую мы посадили, она стоит, вся цветет, вся хорошенькая. Вот сейчас так промочится эта канавка до конца и это истирает. Я раскидаю рассаду и начну ее сажать. Всем привет! У нас день добрый, а у вас? Хотя уже не день, а вечер. В прошлом году у меня были очень классные перчики, баклажанчики. Надеюсь, что и в этом году тоже. Хотя помидоры были не совсем хорошие. Значит, тот ряд у меня весь получился баклажаный, а здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штучек только, а дальше у меня уже будет перчик. Так, делаем следующий ряд, третий, опять его промочим и дальше будем перчик сажать. А сейчас я вот эту свою гортензию, она находится рядом с краном, поэтому ей всегда много влаги и мы сокрушаемся, что когда она цветет, ее никто не видит. Но очень красивый куст. Я уже ее подвязывала ранее весной, сейчас возьму нитку, еще раз ее подвяжу. И подвяжу вот эти пионы, которые очень красивые и вкусно пахнут. Здесь им тоже хорошо возле крана. Вот так делаю, приспособлением, которое называется катано, глубокую ямку. И вот так вот закапываю. Что мама учила? Вот так вот, надо прижать. Ну что, воздуха нет. Ну так научи меня. Давай, научи меня. Да, я знаю, я такой огородненький. А вот будем солить огурцы бочками. Давай, сажай. У нас зато пирамидки, вон какие под них вырастут, большие-пребольшие. Вот огурчики. Они в стаканчиках продавались по две штучки, так мы их по две и посадили. Потом они начнут виться, и по вот этим ребрам пирамиды вот так вот будут идти вверх. Если нужно будет дополнительно, я подвяжу еще веревочки. Вот такая красота. А вот этот вот кусочек совсем маленький, еще под помидорчики остался. Но они у нас пока еще мелковатые. Вот еще должны вырасти. Под помидорчики. Не успела. Дубль два. Под полдоль два. Ты хохол, что ли? Нет. Нет? Молдава? Ой, непонятно. Все, выставляй, я их посажу. Хорошо. Хорошая корневая шкена. Да, да, хорошая. Так, огурчики у нас посажены, сельдерей у нас посажен, помидорчики у нас политы, арахис полит, свекла полита. Это тоже у нас посажены баклажаны и перец гагашары. Там у нас рассада политая базилика сиреневого, артишоки у меня уже очень красивые. Не знаю, что с ними делать, куда их сажать и вообще, что я буду с этим делать. Так, еще у меня здесь астры надо будет посадить, но это легко. А здесь у меня 60 штук пража или лука-порей. 60, Карл, 60. Их надо сейчас вот так вот порезать наполовину. И каждый вот этот вот тоненький пражик посадить в землю. Вот работу в саду можно только приостановить, закончить ее невозможно. Это бесконечный труд. Если хочешь, чтобы у тебя были вкусные, красивые, полезные овощи, фрукты, зелень, то, безусловно, нужно трудиться. Мы работать не боимся, не ленимся. Слышно, да? Травой-газонный. Нет, травой-газонный. Когда-то мне казалось, что 6 соток это вместе с домом, это нам мало. Но это вот так вот больше, чем достаточно. Выше крыши. Все, на сегодня мы посадили большой фронт работы, сделали. Я уже говорила, что я посадила. Еще я там вот, где у меня палисадник, я посадила астры. Здесь вот вдоль вот так дорожки, вдоль роз, вдоль вот этих вот маков я засадила астры. Сейчас я их полью. И на сегодня все. А вам желаю, чтобы ваш день был обязательно добрым, независимым от времени, когда вы будете смотреть это видео. И от всех остальных обстоятельств. И пусть весь мир подождет. А мы подождем, у нас будет новый урожай. Пока-пока. Пока.